приветствую всех на канале открываем такую немаленькую посылку и у нас здесь у нас здесь паяльник это такой очень популярный паяльник я это понял по сайтам по отзывам все отзывы которые я встречал все положительные после того паяльник который купил самый дешевый он оказался с большими проблемами кое-как я там решал еще там проблема была в том что не сгорая сгораемые наконечник то есть наконечник приходится там на пенником работать здесь этот паяльник стоит намного дороже так давайте откроем посмотрим что внутри в комплектации в некоторых паяльниках подарки чё-то я подарки не вижу приятная мелочь дополнение тут ничего нету коробки посмотрите только сам паяльник и все ни подарочного жала не стойкие для паяльника ничего этого нету но зато в этом паяльнике есть вилка европейская то есть тут нету лишнего провода для заземления все заземление вот в этом в этой вилке провод кстати неплохой такой мягкий но не совсем мягкий но все-таки как бы это очень важно тоже жаловались на это на провод но в данном случае мне повезло не вилка не это так теперь наконечник у нас тут не сгораемый должен быть открываем его сразу смотрим с этого единственный наконечник комплект идет свои поставлены вот вид очень хороший острый очень так керамическое нагревательный элемент наверное так она и есть вот это все сделано не из металла рукоятка домики держится приятно в принципе здесь силиконовый но я не скажу что этот паяльник легкие то есть есть вес так регулируется это с помощью вот этих кнопок что еще у нас тут но давайте соберем его обратно полностью разбирать не буду так как там кроме печатной схемы ничего нету вот сейчас мы его нагреем и посмотрим в работе так характеристики 60 ватт время нагрева до температуры 300 градусов за 8 секунд что мы сейчас и посмотрим и встроенные но управление температуры термопара встроено все это должно быть главное преимущество это вроде хвалит давайте включаем температуру значит температуру становится таким образом то есть мы с помощью кнопок выставляем температуру так что там вот пошел вниз температура значит где-то мы должны установить около 300 градусов до этого хватит так 307 так вот так установить в принципе тут управление несложное так он уже чувствуется что нагревается нагрелся наверно уже давно так попробуем попробуем то возьмем припор и попробуем его распаять так распаивать легко значит эту функцию выполняет надо его в деле попробовать только вот не пойму температуру он 300 показывает 300 градусов на самом деле или нет или как-то его надо установить из 98 показывает градусов то есть такое впечатление что это тот температура который должна быть а так которые на самом деле непонятно вот хорошо надо попробовать эксплуатации вот что как этот паяльник будет работают светодиодные лампы светодиод перегорел надо его выпаять попробуем его с паяльником этим посмотрим как насколько хорошо выпайка она всегда труднее чем запайка поэтому давайте попробуем выпаять как она будет тут так что-то он не берет у нас ничего не острый жалостышко вроде температуры нормально то есть распаивает но очень слабо низкая температура а бы термометром проверить дело так тогда я повышение поставлю температура 295 я поставлю вот так 323 пусть должен быстро нагреться так че дан не хочет распаивать его пойму почему эти температуру поставим ничего так надо разобраться включил я термостат давайте включим паяльник посмотрим что произойдет я включаю паяльник паяльник вроде бы включился до паяльник включился опять светодиодов тут нету температура показывать 57 здесь уже нагревается так здесь 169 показывает но этот медленнее работает так нагреем до 320 градусов 3 градусов должно быть значит нагревается термостат показывает так температуру 323 тут а тут сколько градусов до 323 а тут 305 308 308 309 10 11 12 13 14 16 17 18 так но вот 323 сравнялся этот пошел дальше нагреваться у меня такое впечатление что он продолжает но через несколько минут давайте подключим посмотрим паяльник замер на отметке 340 градусов хотя она здесь на показывает 323 расхождение 17 градусов может быть связано как с работой вот данного прибора может он не точно быть так из паяльника может температуры туч но 340 за замер то есть в принципе как бы вот он как бы регулировать температуру значит он так работать немножко надо меньше температуру ставить да будет все окей вот ну так вроде бы ничего посмотрим на практике как он будет поменял и светодиод с помощью этого паяльника в принципе паять неплохо но температуру надо устанавливать необходимую то есть если температуру поставить низкую плохо паять большую значит вы портите ради детали ну вот это тоже припаял эксперименте но в принципе можно сказать так этот паяльник пока пока ну нормально работает жало у него может жало менять надо на комплект жал купить вот и поработать с ним еще посмотреть а так в принципе неплохо хоть он и нагретый но температура не ощущается видать здесь у нас как бы теплоизоляция хорошие но здесь вообще холодный то есть получается можно работать принципе держится неплохо немножко тяжеловат но это опять же привык привык к этому паяльной станции до которых конструктору собрали мощи легкие вот картриджные а этот немножко тяжеловат но зато нету лишний рабочий статус который таскать с собой куда-то тоже тяжело поэтому такой паяльник тоже но опять же на практике надо посмотреть как это все будет работать сейчас трудно сказать окончательный вывод замечательный время эксплуатировал вот этот паяльник usb паяльник было удобно то что подключаем какой-то power bank например этот и паяльник начинал работать данный момент паяльник перестал работать проверил напряжение на жало идет но сама жало уже не рабочие то есть перестала работать перегорела поэтому либо жало надо менять постоянно либо вообще отказаться от такого варианта как usb паяльник это устройство эта кнопочка устроена примитивно нажимать ее не надо это все то есть емкостное прижимаете емкость увеличится и там датчик получает этот сигнал в принципе вот и все я не знаю думаю покупать новые жало стоит не стоит запаски не было либо сделать его жало из самому придумать то есть помощью допустим какую-то проволоку загнуть и получить вот это жало но принципе так и было устроено здесь небольшой кусок нихромовой проволоки но нагревала вот сам конец вот это жало вот ну не знаю пока вот но просто хотел сообщить что такие вещи крайне надолго не хватает